Очень много необразованных, которые пишут, да, пусть мрут эти дети из этих детей, точно вырастут террористы. Я думаю о том, что евреи, которые мне пишут, это говно. Ведь мы, и в том числе мы, русские, защищали вас от нацистов, мы плакали с вами, мы спасали ваших детей. Мы убивали нацистов по всему миру, потому что нельзя просто по признаку принадлежности к нации и крови убивать детей. Как вы, пройдя через этот ад и ужас, сегодня убиваете палестинских детей, забыв об этом? У меня есть ответ. Особенно ответ по поводу вас, ультрарелигиозных евреев и иудеев. Конечно, когда со школы ты наизусть учишь Талмуд, в котором написано, что ты человек, а остальные животные, а это написано в Талмуде. Конечно, однажды, поверив в это, процент определенный религиозных евреев вырастает в странное существо, агрессивное и опасное, которое как плесень может разрастись на чужой территории и начать убивать твоих детей. Я так думаю, потому что если кто-то из вас реально думает, что у него есть превосходство крови и особенное право на жизнь, то вы опасны. Вы нацисты, вы евгенисты, вы те, с кем мы боролись по всей земле. Значит, борясь с тем самым злом, как в легенде, вы стали этим самым демоном, этим самым дьяволом. У меня много вопросов, и эти вопросы возникли недавно. У меня никогда не было предубеждения к евреям, у меня никогда не было, как у цивилизованного человека, предубеждения к крови, пока я не стала слушать и читать то, что говорят многие из вас, израильтяне. Когда вы реально пишете о том, что вам должны служить, о том, что вы Богом избранный народ, мне хочется сказать, вы кто? Ваш химический состав крови не отличается от моего. То, что вы считаете возможным убивать других, делает вас чумошниками и делает как раз вас животными, а не меня. Поэтому, если вы буквально до сих пор трактуете Талмуд, особенно в части о насилии над детьми боев, и особенно в части, что вы Богом избранный народ и остальных животных, то, Господи, вы нездоровы, вы не цивилизованы и вы не образованы. Вы опасны, вы опасны.